О команде, планах на будущее и потенциале региона. В Рио губернатор Александр Авдеев после трехдневного пребывания в области пообщался с журналистами. Встреча прошла в очном формате, впрочем, любой житель региона мог за ней проследить и по видеотрансляции. Один из волнующих журналистов вопросов – команда губернатора. Не секрет, что Сипягина частенько критиковали закадровую чехарду и регулярные назначения варягов. Новый в Рио главы региона сообщил, что полностью менять команду в администрации области не планируют. Как и массово перетягивать к нам чиновников из других регионов. Впрочем, Авдеев анонсировал возможное появление в его команде пары новых для области лиц. У меня нет такого принципа возить за собой товарищей, друзей. Или, знаете, друганов, дружбанов, как это часто бывает. Первое. Второе. Те люди, которые работают здесь, они лучше знают ситуацию. И времени на то, чтобы как-то там долго-долго входить, перетираться, у нас, наверное, его нет. Может быть, один-два человека, которые, ну, мне очень важны с точки зрения, наоборот, более быстрого вхождения в вопросы региональные, наверное, может появиться. А как же тогда назначение нового руководителя Депздрава Константина Баранова, который, как и Александр Авдеев, калужанин? Известно, что они работали вместе. Чтобы не было инфинуации и какого-то передергивания, да, ну, это случайно, что Константин Николаевич оказался здесь, вот, Баранов, да, чтобы не было какого, что вот в калужане начали тут собираться. В калужане уже тут. Действительно, мы с ним начинали работать. В 2016 году у Константина Николаевича Баранова очень высокая квалификация, очень хорошая репутация на медицинском мире. Поэтому надеюсь, что нам всем повезло, и мы совместно стараемся эти проблемы решить. Александра Авдеева спросили, зачем ему такая проблемная должность в Рио главы Владимирской области. Он рассказал, что прошел школу губернаторов, а там на федеральном уровне отбираются кадры, которые готовы управлять регионами. А руководство областью – важный для него этап. Я, наверное, из тех людей, которым покой только снится. И то доверие, которое оказал президент, поработать на очень ответственной, важной должности. И поработать на благо Владимирцев, Владимирской земли, ну, это, мне кажется, такой важный этап. Я постараюсь сделать все, что в моих силах для того, чтобы улучшить, получать людей в состоянии региона. Пока Александр Авдеев поселился в губернаторской резиденции в Юрьевце, когда-то там жила Светлана Орлова. При Владимирце Сипягине резиденция фактически стояла без дела. Найти ей достойное применение не смогли. Только однажды провели экскурсию для журналистов. Авдеев дал понять, что ему такое временное жилье не очень нравится. И заверил журналистов, что собирается подыскивать другое. Семья в Рио губернатора пока в Москве. Сын учится в Бауманге и останется в столице. Дочка пошла в первый класс. Спросили Авдеева и о борьбе с коронавирусом. Ситуация с заболевшими в регионе ухудшается. Чего только стоит недавний крик души фельдшеров скорой помощи, которые не смогли найти место в больницах для пациента и привезли больного к лестнице Белого дома. Авдеев надеется, что ему удастся пробить для Владимира новый ковидный госпиталь, который так и не удалось построить его предшественнику Сипягину. Новый глава региона дал понять, что не любит разбрасываться обещаниями. Я бы не хотел, чтобы после вот этого брифинга было сразу написано, что Авдеев подвещал ковидный госпиталь. Я вот подчеркиваю, надеюсь, нам помогут в том, чтобы одобрить заявку на быстро заводимый ковидный госпиталь. Мы сейчас над этим будем работать. У меня никакого сейчас одобрения нет, но я очень надеюсь, что нам помогут, потому что ситуация в целом по стране критична. Думаю, что наши коллеги в федеральных ведомствах пойдут навстречу. В Рио губернатора призвал всех вакцинироваться и заявил, что в плане антиковидных ограничений постарается соблюдать золотую середину, без перегибов. Но, видимо, послабление масочного режима в ближайшее время ждать не стоит. Я сам вакцинирую, призываю людей вакцинироваться. Это в любом случае снижает риск тяжелого вертикальной болезни. И даже если не хочется особо носить маску, я тоже не всегда и не тотально ношу маску, но там, где точно нельзя соблюсти социальную дистанцию, там, где большое стечение людей, обязательно надо носить маску. И про открытость. Раньше Александр Авдеев не вел в социальные сети, но теперь профили создали. В Рио глава региона признался, что вести странички будет не сам, а с помощниками. Все проблемные вопросы пообещал отрабатывать. Мои помощники будут это исполнять, и я, безусловно, всю информацию получаю. И те вопросы, которые уже звучат, все вопросы будут отрабатываны, и мы попробуем либо публично дать на них ответ, чтобы это было, поскольку часто бывает, задают один человек, а это интересно всем. О планах на будущее. Александр Авдеев сказал, что масштабные проекты не реализуются за один-два года. Когда обещают быстрых результатов, это всегда вызывает недоверие. Для себя и своей команды он обозначил горизонт планирования не меньше десяти лет. Но чтобы избавиться от приставки в Рио, ему нужно будет, как он сам уже заявлял, завоевать доверие жителей. Авдеев добавил, что у Владимирской области есть большой потенциал. Его он планирует раскрыть в условиях жесткой конкуренции с другими регионами.